Всем доброго времени суток, снова вампир, продолжим. В прошлой серии, в прошлом эпизоде мы раздобыли сердце Лукреции, теперь мы можем к ней вернуться и потребовать ее информацию. За кадром я распродал вещи все, сейчас кстати посмотрю, что у меня там в сундуке. А, вот это вот еще надо продать, да. А, жезл распознать у меня нету, не хочется мне тратить запас крови. В общем, вот этот жезл посеребренный, по-моему, и как раз вот им можно было тоже, вернее с помощью него, бороться с оборотнем, но, когда есть заморозка, это отходит уже на второй план. Так, надо будет закупиться, во-первых, пакетами, во-вторых, ну ладно, сперва продам. Так, забирай. А, вот это вот надо было бы, конечно, опознать, а потом продавать. Да. Ладно, давайте потратимся немножко. А есть ли у меня вообще этот навык, эта дисциплина? Так, не тут. Восприятие ауры, это не то. Да, я, получается, и не качал даже. Как-то странно, мне почему-то казалось, что прокачивал. Ну ладно. Нет, вообще, конечно, странно. Зачем мне тут восприятие ауры, это стоит? Наверное, я, скорее всего, спутал. Вот как раз-таки это восприятие ауры. Единичку сюда вкинул. Да. Да-да-да. Так, тогда мы сюда поставим что-нибудь полезное, чтобы было, так сказать, в быстром доступе. Например, тоже жертвоприношение, пусть тут будет полный набор. Да, нормально, пойдет. Пойдет. Так, тогда. Тогда. Сперва давайте посмотрим. Ага, каска нужна. Хорошо, это мы учтем. Так. Мотоциклетный. А каски, наверное, тут и не будет. Ну ладно. Это, в общем-то, несущественно. Главное, вот эта вот броня. Но она есть. Потом понадобится мне еще один комплект. В общем-то, можно было этим сразу озаботиться. Но, ладно. Сейчас это не так надо. Так. Оружие, собственно говоря. Оружие, оружие. Что мне надо? Мне надо, во-первых, купить вот этого. Так, и для винтовки, по-моему, тоже надо пару обоим. Ну, шесть штук куплю. Так, вообще говоря, да. Потом винтовку я, наверное, эту передам другому персонажу. Арбалет неплохой, кстати говоря. Сколько стрелы вмещают? Двадцать. А здесь тоже двадцать. У арбалета у нас урон шестьдесят пять. У этого семьдесят пять. Причем у него может быть точность повыше. Точность пятнадцать. Арбалет. Где он есть у нас? Почему я его не вижу? Винтовка. Кстати, винтовка. Но, не знаю. Я как-то вот винтовку эту пробовал. Правда, пробовал я ее в основном. Ну, вот он, арбалет. Да, в общем-то, скорость сто двадцать. Скорость семьдесят пять. Довольно странно. Вообще говоря, что у арбалета такая высокая скорость. Не знаю, на перезарядку хотя бы должно больше уходить времени. Ну, не знаю. Ладно, фиг с ним. Так. Модифицированный пистолет. Да. Не знаю. Честно говоря, как-то не особо люблю я холодное оружие. Вогнестрельное оружие. Я уже говорил. Как-то вот в средние века было мне привычнее, когда мы бегали тут. Вот. Там я даже луком не особо как-то пользовался. Ну, а тут, не знаю. В принципе, тоже, естественно, можно просто всем купить это холодное оружие. И по полной, так сказать, в гордцев играть. Но, как-то, не знаю. Пусть будет. Так. Давайте еще, наверное, в ломбард забежим. Вот. Ничего не видно из-за этого дождика. Ой-ой-ой. Это я сделал очень зря. Потому что... А вот, кстати, не знаю, мне это отняло человечность? Ух-то, у меня тем временем соточка уже человечность. Я не заметил. Давай, давай, сюда иди. Так, этих придется, я не знаю, вполне возможно. Сейчас, давайте-то вот так тогда попробуем. Так. Ага, зато у меня теперь нормально. Пауза, наконец-то, работает. Ну и че? Ты по-прежнему хочешь драки? Я, в общем-то, не советовал бы тебе. Интересно, вот сейчас с Кристофом ничего не буду делать? Да, у Кристофа не отнялась человечность. Поэтому, если что... Ну вот. Это не он, как бы. Хотя, в общем-то... Так сказать, спулил именно он. Ну ладно. В крайнем-то... Вернее, в итоге-то виноват все равно я. Вот. Так что. Это не важно, каким персонажем. Ну ладно, так попробуем больше... Вернее, постараемся так больше не делать. Так. Просто они тут что-то все, это... Столпились как-то, не знаю, прям. Так. Плюс еще вот... Дождь этот. С одной стороны, конечно, яркость это. Ну, больше меня этот дождь напрягает. Причем вот тут вот реально именно такое ощущение. Хотя вот капельки вроде есть. Что дождь идет чисто вот только, так сказать, перед монитором сплошной такой стеной. Кстати, похоже, ощущение было еще в одной игре. Тоже довольно-таки старой. Называется она Clive Barker's Undying. Вот. Кстати, тоже очень даже хорошая игра. Но там не совсем мой стиль все-таки игры. Вот. Это шутер. Хоть и с элементами, конечно, RPG определенными. Там прокачка персонажа. Ну, может быть, может быть, когда-нибудь. Вот. Просто по ней есть довольно неплохие прохождения. Так. Поэтому как бы подождет все это дело. Так. Давайте посмотрим, прежде всего, что у него есть из артефактов. Так. Кольцо харизмы. А, кстати, у нас же, получается, ну, вот это можно купить, вообще говоря. Причем даже, можно сказать, что нужно. Гипноз, команда. Вот это, наверное, я продам. Это можно оставить. Неплохие, кстати, свитки. Вот это продам. В таком количестве оно мне не надо. Так, противоядие. Противоядие, ну, ставим модерновое. Так. По поводу перчаток. Я вот... Не помню как-то, чтобы тут вообще кожаные перчатки продавались. Обычные перчатки, я имею в виду. Давайте, во-первых, вот это вот все передадим. С одной стороны, вот, все-таки, такая некая правдоподобность, да, присутствует. Но с другой стороны, как было бы удобно, если была бы такая какая-нибудь штука, типа, ну, не знаю, патронтаж какой-нибудь. Пусть он занимал бы, например, вот, четыре клетки, так, или пусть даже, не знаю, шесть клеток. Ладно, фиг с ним. Но в него бы помещались все вот эти вот патроны. То же самое. Ну, подсумки там какие-нибудь. Которые бы помещались вот эти вот рожки там и все остальное. Просто не в плане того, что вот прям мне место очень жалко в инвентаре. А именно вот это вот перетягивание по одному не самая удобная штука. Плюс еще учитывая тот факт, что вот при переключении на другого персонажа частенько автосортировка происходит. Тоже не самая хорошая вещь. Так, значит, покупаем мы... Сейчас посмотрим, тут ничего нет такого, что можно было бы продать. И дробаш. Так, у тебя... У тебя МК. А, мне надо, во-первых, два свитка купить. Че там? Hello? Вот нормально. Так, свиток, свиток. Касание духа. Даже, наверное, три. Так, теперь... Плазмы. Забавно, что их три штуки. Не знаю, с чем это связано. То ли вот в этот пул общий торговый как-то так попало. Конечно, странно. Ну, вот так, я думаю, хватит. Сейчас мы парочку пакетов распределим сразу. И, собственно говоря, двинемся. Это получается слишком много подготовки, а действий там будет не очень много. Если я все верно помню, то мы, в принципе, сейчас уже и отправимся в путешествие. Путешествие в Нью-Йорк. По следам, так сказать, поставок. Здорово. Здорово. Пожалуй, знаете что? Неистовство. Возьму я амулет. Вот этому товарищу. Добрый день. Это, наверное, наибольший наш враг. Именно безумие. Поэтому с ним следует бороться. Всячески. А, еще. Я вот думаю, колечек у тебя нет. Давай, давай. Быстрее. Так, харизмы. Давайте мы, знаете, как поступим. Я еще раз вот этот трюк проверну. В общем-то он ни за какой чит, я думаю, не сойдет. Так. Какой девятый, да? Вот этот вот. Только ты почему-то торговать не хочешь. А, вот. Сейчас посмотрим, может быть колечки появятся. О, крово-браслет. Запас крови плюс 20. Это, кстати, вещь неплохая. И вот, ну, собственно, повезло мне. Так. Что он дает там? Стоимость крови 80 раз. И, наверное... Можно вот на запас крови, но на запас крови я не хочу. А вот браслет я, пожалуй, один куплю. Деньги, в принципе, мне деньги особо сильно, как-то так, уже и не нужны, по сути-то, да? Вот. Крововое жерель еще есть. Тоже неплохая штука. А, у него по одному всего. Вот в чем дело. Это ж не пакеты. Да. Это ж не расходка идет. Ну ладно. Тогда вот так. И вот это тоже тебе. Сколько у меня показывается запас крови? Ну да. 170 это... Нормально. Вообще говоря, надо бы ей еще одно кальцийство, поскольку она у нас маг. Ей именно вот... Ну, маг. Это я так, конечно, грубо выразился. Ну, суть такая, что она у нас в основном именно занимается кастом вот этих вот огненных всяких фишек. И ей, по сути, они именно нужны. То есть, всякие вот эти вот прибамбасы для снижения затрат, для повышения самого этого пула. Крови. Ага. Наверх надо. Ну и отправляемся к Лукреции. Так, сейчас там не помню я. По-моему, мы должны практически сразу на нужный уровень попасть к ней. Вот. И там у нас будет небольшой такой моральный выбор. Ну и вот, отчасти именно к этому выбору я, в общем-то, и копил вот эти вот пункты человечности. Сейчас мы абсолютно неотличимы от человека, практически. Вот. Наверное, там мы сейв сделаем, на всякий случай. И как хорошо. Как же хорошо в помещении. Так, а тут... Открыто я не помню. Должно быть открыто. А! Все нормально, да? Все. Уже другое к нам чувствуете отношение. Как только сердце Лукреции оказалось у нас в руках. Вот. Сразу же. Абсолютно. О! Можно, кстати, пока что вот это вот подмотать. Да, ну, как бы не сильно надо, но... Это что, кстати, такое? Обоимы для ружья. Ну, пусть будет. Чисто вот так, по ходе. Так. Сохранимся вот где-нибудь тут, на 10-й слот. Так, так. Отлично. Угу. Сразу я смотрю расстановку сил. Видимо, обиделась она. Украшения, мы тоже любим тебя, Креща. Теперь дай мне хорошая причина кладешь в твоей плотной крови. Креща, это будет вырвать Лилии от ее крови. Очень хорошо. Лилии, ты свободен. Сейчас будет нам рассказать, где мы сможем найти Замитзи. Замитзи, Гиовани, и контраган из Прог. Я не знаю о Замитзи, или Гиовани. Мы просто лоадим корабли. Все я могу сказать вам, что следующий корабль будет Сент-Магдалена. Сент-Магдалена. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... Дело времени. Ээээ... Опустись. Ну ладно, много он всё равно не отопьёт. Вот. И теперь у нас, в общем-то, есть выбор. Либо высасываем кровь, либо просто протыкаем колом. За протыкание, по-моему, опять же дадут человечность. Ну, вроде как дадут. А вот если мы высасываем кровь, то... Во-первых, мы получаем новую группу дисциплин вот этих вот, ситаецких. Не помню, как она там называется. И что самое интересное. Мы повышаем наше поколение. Повышаем это я, конечно, неправильно сказал. Понижаем скорее, вот. Ну, собственно говоря. Несмотря на то, что мы вроде как такие все добренькие, я всё-таки уберу этот вариант, потому что я на него, собственно, и шёл изначально. Так. Проблемы, кстати, вот эти вот, с картинкой, связаны именно с широким форматом экрана. Поэтому тут уж ничего не поделать. К сожалению. Ну и вот смотрите, у нас теперь восьмое поколение. Что довольно-таки круто. Ну и получили мы вот это... Ох, змееводство. Ну, на самом деле, в принципе, неплохая альтернатива, кстати говоря, двум фактически дисциплинам. Почему двум? Ну, во-первых, смотрите, мы берём часть из... Где она там была у нас? По-моему, из доминирования, опять же. Да, из доминирования, там, где были благоговения, вот эта вот вся ерунда. Да, нет, вернее, из присутствия. Потому что глаза змеи, опять же, если вы помните, святая-то активно приманивали и, собственно, гипнотизировали наших персонажей во время штурма этого храма. И тут ещё есть, во-первых, неплохой такой баф, по-моему, на защиту, змеиная кожа. Плюс... Как же он? То ли язык змеи... Что-то, короче говоря, такое. В общем, неплохой такой аналог вот этой вот кражи крови. Но поскольку я уже качал кражи крови, плюс у меня этот есть меч, не знаю, как-то сомнительно это всё выглядит. Давайте, наверное, вот что сделаем. Кстати, мы уже старейшина. Ну, тут пожилой, но, вообще говоря, это старейшина должно быть. Так, стамину прокачаем. В принципе, давайте, наверное, силу тоже до 70 качнём. По сути, мне больше ничего и не надо, если разобраться. Так. А, ещё... Ещё вот здесь. Пробуждение я хотел, по-моему, до максимума. Но мне не хватает. Ладно, тогда мы это дело отложим. Но потом. Сравнялись мы с пинком в поколениях теперь. Так. Чтоб тебе качнуть. Туманная форма, ну это... Это всё фигня. Да, ладно, держи когти. Так. Ужасающий взгляд. Страх нам не нужен. Контроль над целью. Вот это бы надо. Так, 60 внешний вид. 60. Пиренс. Вот он у нас. Давайте вкачаем. Пусть будет. Почему бы нет. Так, теперь вот ты. Огненное кольцо. Так, вот сюда уже не хватает. Ладно. Будем докачивать ей прелесть пламени полностью. Или привлечение огней. Как она там переводится, не помню. Ну и, собственно, всё. Теперь нам известно про корабль. Тут у нас змейка у Креции уснула. Так. А, кстати, у Лили какой ранг? Тоже старейшина. Но у неё девятое поколение. Такое же, как было у Кристофа. Собственно, поколение это не особо нужно. Но в том плане, что... Во-первых, оно... Хотя... Нет. Я вру. Причём вру довольно-таки нагло. Поколение нам очень даже нужно. От поколения зависит количество пунктов крови. Вроде бы... Я сейчас начинаю так по чуть-чуть вспоминать основные правила. Не то, чтобы я их прям так хорошо знал, но... Кое-что. Так сказать, приходилось читать. Ага, не в ту сторону. Ладно. Окей. Так вот. Собственно... Да. У нас, как можно заметить, было 170 запас. Сейчас у нас 225 запас. И плюс ко всему... Об этом я уже говорил. Поколение нам позволяет контролировать вампиров более... Ну, в данном случае, высокого поколения по отношению к нам. То есть, отстоящих от Каина дальше. Таким образом, теперь 9-е поколение будет подпадать под наши... Ну, вот, разнообразные вот эти вот манипулирующие дисциплины. Но, поскольку я этим особо не пользуюсь, и вот как-то в этот раз я не прокачивал ничего такого, то, я думаю, не сильно важно. Но зато просто приятно, так сказать, осознавать, что мы стали несколько сильнее... Несколько важнее в иерархии. Опа! Контейнер я тут не заметил. Правда, тут фигня. Что-то у меня такое ощущение, что я где-то короткий путь профукал, и вот теперь придется бежать полностью. Хотя, зачем я вообще этим всем занимаюсь? Кто-нибудь мне скажет? Там, правда, может быть какая-нибудь будет катсценка небольшая на выходе. Давайте, наверное, выберемся через ход. Потому что есть тут такая тенденция, когда они выходят с локации, начинается обсуждение, типа, вот, давайте пойдем туда. Давайте поскорее пойдем туда. Ну, почему бы не пробежаться? К сожалению, только в одну сторону нам путь сократили, обратно приходится пешочком добираться. Ну, ладно, зато, может быть, чего я пропустил, вот, вроде контейнера. Вот это, например, чего такое? Патрошки, пистолетики. Это все мы продадим. Тут, кстати, по углам, может быть, что-то еще осталось. Вон там ящик, например. Но он пустой. Ладно. Вот еще патрон для винтовки, но винтовкой я пользоваться не буду, поэтому все это на продажу. Да, надо будет Лили потом купить УЗИ, чтобы она с щитом с этим ходила, и я уже за нее особо не переживал. Деф у нее там будет хороший, поэтому все будет как надо. Так, тык. Жаль, вот, кстати, нет никакой, вернее, дисциплины именно от тех, что нам доступны, чтобы снижать урон от огня. Не общий урон там от всех воздействий, а именно конкретно от огня. Это было бы интересно, чтобы можно было излитить вообще такого чисто огненного мага. Все-таки буду я, наверное, излитка так называть. Ну, просто потому, что это все-таки общая концепция для ролевых игр. А как уж там этот маг в данной вселенной, так сказать, называется, это уже другое дело. Ощущение, что я не туда бегу, но, по-моему, оно ложное. Так. Там дверки. Вроде правильно. Да, отлично. Так. Ну, в общем-то, было ближе, конечно, просто-напросто телепортироваться, уйти через бездну. Ну, ладно. Чего уж там. А, что у нас с человечностью? 80. Сразу с нас двадцатку сняли. Ну, это... Не критично особо. Там у нас еще будет, по-моему. Вариант. 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 Блудбонд уничтожен! Все из-за тебя, Кристоф. И тебя тоже, Пинк. Я никогда не знал, что в Смог Лондона could smell так вкусно. Куда ты идешь, Ферлили? Я не могу идти. Я пришла в Лондон из Нью-Йорка looking for мой сир. Александра Руфин. Она уничтожила три года назад. Может, она просто устраивала от тебя. Кристоф... Я уничтожила тебе больше денег, чем я могу платить. Ты делала человеческое служение. Я уничтожила тебя из всех обязательств. Я уничтожила твоя рука, тоже. Блудовься! Я приятно путешествую с тобой, Кристоф. И бороться на твоей стороне. И... И... Я делаю все, что я могу для тебя. Ну, только что мы нужны. Моисен Ториадор-тат. Это джентс-клуб. Брусси-клуб. Продолжение следует. Продолжение следует... Спасибо, Кристоф. Мне нравится это. Очень много. Я бы хотела с тобой, как ты могла с тобой. Да. Я лидер, и я скажу нет. Я бы рад, что тебя есть. Эта Ториадор-татая мощность, может, помочь нам найти мою любимую Анеску. И уничтожить ее к мне. О, да. Какое, что ты хочешь, Кристоф. Пинка просто заигнорили. Ну, в общем-то, и правильно. По факту он ноет больше всех. Так. Ммм... Значится, куда? А, ну... Да. Нам сюда. А, надо же посмотреть. Может быть, кстати, уже сейчас можно что-нибудь хорошее прикупить. Там, конечно, в Нью-Йорке, куда мы отправимся. Будут магазины, понятное дело. Но я все-таки хочу посмотреть. Хочу я посмотреть, нет ли уже в продаже чего хорошего. Хотя, вряд ли. Что? Что ты хочешь? Так. Это секретное. Это все не то. Костюм. А, и... Кстати. Сразу вот это вот все продадим. Ммм, да. Пока что... Да, ничего нет. Там... Если я правильно помню, будет... Торговец. И... Собственно говоря, мы... Попросим его показать нам что-нибудь потяжелее. Вот. И он в обычном, так сказать, оружейном магазине нам откроет дополнительную секцию. И вот тогда-то как раз у нас и появятся новые пушки. Так, а кто тут будет, я не помню, честно говоря. Тут будет, по-моему, агент ФБР подраненный, который нам потом пригодится. А, на Сферату. Мда. Мда. Здесь бы, кстати, пригодились бы очки. И кое-какие умения. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Вообще, надо было бы, конечно, что-нибудь такое прокачать на невидимость. Чтобы, по крайней мере, их палить. Например, восприятие ауры тоже. Которую я, по-моему, убрал. К сожалению. А, вот это забавно. Да, вот ты открылся. Ну, чуть-чуть, но открылся. Да, вот в этом плане, конечно, на Сферату довольно неприятный, но... Что поделать? Большой босс... ...Александро Гиавани. Он должен установить фб.и. рейт на Александро. Он найдет все. Брюки. Хароин. Программа. Все. Пожалуйста. Я буду так. Та пи... Та пи... Та пи... Вот это Та пи... Та пи... ...какая лестница в полиции. Смотрите! Я изменил их идти для себя как нас. Грая, не? Может быть, когда мы стремимся в Редакторе. Та пи... Та пи... ...я погружать. Я могу использовать кто-то типа тебя. Эх, пачка денег осталась, ну, ее теперь уже, наверное, не взять. Святая Магдалена. Святая Магдалена.